Пока фанаты Marvel и DC выбирают самый ожидаемый фильм года из Тора и Лиги Справедливости, настоящие киноманы в курсе, что таковым является восьмой эпизод Звездных Войн. Последний джедай всерьез планирует сражаться с Аватаром за звание самого кассового проекта всех времен. На этот раз Дисней не допустит насмешек над слизанным со старых частей сценарием, и нас планируют удивлять. Чем именно? Да, к примеру, злым Люком Скайуокером, теорией, которая нашла много подтверждений в последнем трейлере. Хотите узнать, почему избранный сменит цвет? Что будет происходить с Рей? И начнет ли Кайло Рен быть похожим на мужика? Тогда вам сюда, прямо сейчас мы разложим все по полочкам. Устраивайтесь за штурвалами своих звездолетов и приготовьтесь, будет очень интересно. Не спойлер, очень любят Звездные Войны, и это наше первое видео в данной тематике. Если вы разделяете нашу любовь, оставляйте в комментариях хэштег «Я люблю ЗВ» и делитесь своим любимым фильмом Саги. Если вас будет много, мы обязательно выпустим специальное видео-сюрприз, идею которого вынашиваем уже давно. Так что выбор за вами. Если хотите его увидеть, ждем вас в комментариях. Начнем с главного. Режиссер фильма Райан Джонсон был против трейлеров. Он сразу заявил, что повороты нас сломают, и будет грустно, если ролики их заспойлерят. Этого не случилось, но все-таки рекламные материалы наделали делов. Рекламный стенд фильма, подготовленный для кинотеатров, олицетворяет две стороны силы. Со светлой все понятно, на ней находятся Люк, Рей, Финн, Лея и другие добрые ребята. А вот темное необычно. Помимо Капитана Плазмы и Кайло Рена, мы видим личика все того же Скайуокера. Что он там забыл? Конечно, можно вкинуться героином и вспомнить, как Марк Хэмилл, исполнитель роли, говорил, что было бы здорово запилить злого клона Люка и заставить их сражаться, но верится в это слабо. Еще в скрытой угрозе магистр Йода предупреждал Люка, что страх порождает гнев. Гнев ведет к ненависти, ну а это в свою очередь прямой путь на темную сторону. В последнем трейлере мы увидели, что он испугался силы Рей. Если этот страх трансформируется в гнев на силу, которая опять играет в игрушки дьявола, рождая избранных, и на республику, которая не учится на ошибках, и вновь позволила кучке злодеев завоевать галактику, то одному Кристоферу Нолану известно, к чему это приведет. Достаточно вспомнить историю его папаши, который тоже был добрым парнем, но в итоге превратился в монстра. И здесь вариантов несколько. Люк может попытаться уговорить Рей не становиться джедаем, чтобы не сделать ситуацию хуже, а после ее отказа попытается убить. Или же старичок решит надрать всем задницу в одиночку, что ему, несомненно, под силу. Тогда под нож отправятся и Сноук, и Кайло Рен, и прочая ребятня, но в конце пути душа Скайуокера сама станет темнее ночи. Но что именно в Рей могло его так испугать? Взглянем на второй трейлер подробнее. С самого начала понятно, что Люк все-таки взялся за ее обучение. Дело происходит на острове Энч-То, где располагался первый храм джедаев. Скайуокер утверждает, что всего раз видел силу, которой обладает девчушка. Ролик, очевидно, намекает, что речь идет о Кайло Рене, которого он обучал, но это странно, учитывая, что Люк дрался на мечах с Дартом Вейдером и Императором Палпатином, которые при всем уважении были ребятами посерьезнее. Спишем это на молодость сынка Хана Соло и едем дальше. Развалины, на которые выбирается старичок, определенный храм Ордена Джедаев, который он пытался возродить после гибели Империи. Дисней легко перечеркнула все события книг, комиксов и всего, что выходило за десятки лет ожидания. И теперь мы в точности не знаем, что происходило с нашим героем. Но ключевые моменты должны остаться. Люк стал новым магистром джедаев, пытался обучать их, но в итоге возник раскол, и первый Орден в лучших традициях Эйни Скайуокера превратил всех учеников в бифштексы. Произошло это при помощи Кайло Рена и нанесло страшные раны хрупкой душе старичка. Нетрудно понять, почему он боится Рей. Обучить девушку, а потом наблюдать, как она что-то сжигает, никому не улыбается. И грустное лицо горяченькой джедайки это подтверждает. На одном из этапов обучения Скайуокер откажется от нее и в лучшем случае пошлет на все четыре стороны. Но до этого она должна понять основы темной и светлой сторон. Наверняка на старости лет Люк наконец осознал, что сила не имеет границы ограничений, но люди имеют, и поэтому он хочет остаться последним джедаем, чтобы бедная галактика наконец жила спокойно. Все бы ничего, но в плане есть изъян в виде Сноука и Кайло Рена, которые вертят планету за планетой на том самом органе. Рей можно понять, она видела все своими глазами и хочет надирать задницы. Мало кто отказался бы от способностей джедая, и никакие уговоры здесь не помогут. В трейлере видно, что она изучает книги Ордена и лезет в темные местечки острова, надеясь раскрыть свои способности. Но в одном из них мы видим ее потрепанного учителя, который все еще пытается остановить даму, но похоже, что к этому моменту она четко решила, что победит всех в одиночку. А зря, ведь все тот же мудрый Йода называл главной ошибкой недооценку темной стороны. Этому парню можно верить, за свою жизнь он побывал на сотнях планет и покупал себе мантии в тысячах магазинов. Страшно представить, какой бардак творился в его карманах, полных денег из разных миров. Эта проблема знакома многим из нас, ведь количество карт разных банков в наших карманах зашкаливает. К счастью, на нашей планете есть приложение Юбанк. С его помощью вам не нужно держать десяток мобильных банков в телефоне. Вы сможете объединить все свои карты и оплачивать покупки из одного места. Даже Оби-Ван Кеноби не застрял бы на Татуине, будь у него в кармане Юбанк. Ребята купили бы нужные детали для корабля в пару кликов. Ведь установка и регистрация занимают всего несколько секунд, а приложение любит своих клиентов. С первой же оплаты интернета вам на счет прилетит 50% кэшбэка. А если у вас есть вопросы, техподдержка на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И решит вопросы со скоростью тысячелетнего сокола. Совет джедаев одобрил бы использования Юбанк среди своих членов. А если вы в этом сомневаетесь, посмотрите на гиганта Самсунг, что встраивает приложение в список предустановленных на своих девайсах. Почувствуйте силу светлой стороны. Установите Юбанк, и вы не пожалеете. В количестве избранных, которые жили в далекой галактике, порой можно запутаться. Был Энакин Скайуокер, потом его сын Люк, а теперь нам намекают, что Рэй может принести баланс галактике. В одном из кадров она бежит с довольно злым выражением лица, и старым мечом Скайуокера наперевес. Варианта два. Либо бедняга Люк отчаялся и пытается ее остановить, либо Кайло Рен решил устроить матч-реванш, и мы увидим нечто более похожее на битву джедаев, чем тот смех, что был в пробуждении силы. Но даже Кайло не выглядит олицетворением темной стороны. Ей является Сноук, и лишь остается надеяться, что Дисней придумает поворот с раскрытием его настоящего имени. Это вполне может быть Император Палпатин, который в книгах и комиксах даже после своей смерти от рук Дарта Вейдера, умудрялся творить ужасные вещи. Этот парень научился переносить сознание в тела других людей, и Сноук может быть носителем воли старого доброго злодея. Если так, Люку тоже потребуется матч-реванш, ну а молодежь будет развлекать нас слезами и нерешительностью выстрела в мать. Похоже, что господин Рен забыл, как проделал в своем отце аккуратную дырочку. Тот самый сюжетный твист, о котором так много говорят, может заключаться и в смене ролей. В трейлере видно, что Рей перейдет обучаться к Кайло, а следовательно на темную сторону. Очевидно, что создатели пытаются выстроить между парочкой любовь, и тем забавнее будет выглядеть момент, когда Рен осознает, что подружку нужно остановить, ибо ее сила разрушит все. Вполне возможно, что стороны сменятся, и уже Кайло на стороне добра вместе с Люком будет сражаться с разъяренной Фурией. Но это задумки уже к девятому эпизоду, в то время как в восьмом старички сыграют важную роль. Генерал Лея обязана была появиться в следующем фильме, поэтому Кайло Рен не нажмет кнопку выстрела и не убьет ее. Господин Скайуокер также не погибнет. Дисней не будет отрубать последние ниточки из прошлого. В фильме слишком много добряков и мало злодеев. Кому-то определенно придется стать на темную сторону, и шансы Рей и Люка на это довольно большие. Но до этого мы должны узнать родителей девушки, и в «Последнем джедае» событие должно состояться. Сама Дэйзи Ридли заявляет, что это не так уж и важно. Все теории о том, что она носит фамилию Соло, Кеноби, Скайуокер и даже Палпатин отправляются в мусорку. По словам актрисы, это не слишком повлияет на сюжет, так что вполне вероятно, что она просто сирота с самыми обычными родителями. Райан Джонсон просит нас сосредоточиться на будущем и не копаться в прошлом. Но все девять фильмов заявлены как сага Скайуокеров, что однозначно намекает на Люка, который еще порадует нас эпичной битвой на мечах. Тем более, что в отчетах со съемок мелькала информация о том, что как минимум он выберется с планеты и подерется на одной из других, причем бок о бок со своей ученицей. Вернемся к постеру, который теперь смотрится логичнее. Люк не обязательно станет злым и не обязательно останется добрым. Кайло и Рэй отражают две стороны, и внутри него тоже будет идти борьба. Пойти по стопам папаши, уничтожив девушку, чтобы больше не было зла, или же поверить в нее и попытаться снова возродить былую славу Ордена, победив врагов и принеся мир в галактику. Что-то подсказывает, что в фильме мы увидим третий вариант, который нас удивит, и в это очень хочется верить. В наше время мы знаем о фильмах все задолго до их выхода. Бэтмен против Супермена, спаливший Думсдея, Человек-паук и Стервятник. Мы знаем, кто с кем будет сражаться и чем все закончится. Последний джедай редкое исключение исправил, и будем надеяться, Дисней не запорит такую возможность. Пока все идет именно к этому, и канал Неспойлер объявляет месяц ожидания Звездных войн. Если вы хотите увидеть больше видео по тематике, ставьте палец вверх нашему видео, оставляйте комментарии о том, что вы хотели бы узнать, и мы обязательно исполним все ваши мечты. Потому что Неспойлер любит вас, друзья. И все, на что мы рассчитываем, это взаимность. Субтитры создавал DimaTorzok